адарское утро адарское утро есть звук есть звук да и мы продолжаем изучает как увеличивать радость продолжаем изучать тору а конкретно сейчас мы находимся в цикле уроков увеличиваем радость почему потому что по торе прямо сейчас месяц а да есть прямо в шелхонорухе написано это сборник законов что когда приходит месяц адар мы должны умножать в радости а как умножать вот это уже целая наука да и смешная шутка что почему не не так если бы евреи праздновали новый год то была бы отдельная целая книга о том какая должна быть елочка то есть какого размера какие иголочки какие как ставить в какую сторону повернуть то есть были бы целые огромные огромные были бы такие тома тома изучающие какой должна быть конкретно елочка на новый год поэтому поэтому евреи не празднуют новый год обычный но но праздную то 4 нового года других есть 4 нового года и на каждой из них есть свои ритуалы поэтому 5 новый год уже не нужен да ну сколько же можно 4 нового года достаточно хорошо значит мы изучаем книгу рон надо знать кстати как правильно читать его фамилия вабер вибер вабер наверное да вот так написано значит о том как увеличивать радости сегодня 10 урок и он на здесь нам перечисляет перечисляет нам вначале то что лишает человека радости вот например шалом из казахстана нинели для вас живут в казахстане допустим просыпается утром человек да и если у него есть решение быть радостным он хочет быть радостным то тогда у него есть на этом пути если его цель быть радостным увеличивает в радости то тогда возникает вопрос а как это делать и вот тут мы как раз как раз мы Мы сейчас узнали, что есть четыре препятствия. Первое препятствие, что ум человека, который проснулся, я напоминаю сейчас то, что мы уже изучили по этой книге. Первое препятствие, что ум человека, который проснулся, он сразу же начинает искать на автомате, где боль, где опасность. То есть у человека так устроено. Главный инстинкт это самосохранение. И поэтому этот инстинкт управляет умом. Если ты осознанно не переключаешь на другую программу, то по умолчанию включается программа поиска, где здесь что не работает, где болит, что болит и так далее. Дальше начинается на автомате поиск в окружающем мире, где опасность, какие есть проблемы. Так устроен ум человека. Это первый барьер для радости. Человек, который, знающий уже, как мы с вами, он вместо того, чтобы идти на поводу автоматической программы, он еще лежа с закрытыми глазами, он говорит, «Мудэнни, благодарен я перед тобой, царь живой и сущий». То есть он включает свою высшую когнитивную функцию, неокортекс. Это как бы в человеке есть высшая такая интеллектуальная деятельность. Он вместо того, чтобы идти на автомате за блуждающим мозгом, который ищет опасности и всегда находит, он говорит, ну, сколько я живу, всегда есть опасности. Жизнь полна опасности. Но, значит, он переключает, он говорит, так как есть Бог, Творец Мироздания, который всем управляет, то я лучше сразу же установлю с ним коннект. И какой я с ним устанавливаю коннект, какую связь? То есть, когда человек спал, это было безжизненное, полужизненное такое тело, что ты вернул в меня душу мою, раба ему натеха, велика твоя вера в меня. Раз я проснулся, значит, это Богу нужно. Значит, он позаботится о моих нуждах, да, то есть, мне главное, главное мне с ним быть на хороших отношениях. Все, поблагодарил Бога, класс. Теперь, если я сейчас просто опять себя отпущу, то я, скорее всего, усну. Если я пущу ум на блуждание, то он найдет какую-то проблему и или уснет, или скатится в негатив. Теперь мы идем дальше, но дальше нас подстерегает второй барьер, который человеку лишает радости. Второй барьер, который человеку лишает радости, сравнение. Например, вот Ирина Кравцова, она может, если бы она не благодарила сейчас за прекрасные уроки, она могла бы сказать, да, что-то сегодня Эцхак не очень, конечно, он слепаков лучше поет, веселее. Да, например. То есть, ум все время, он сравнивает, и в этом сравнении оно крадет у человека сегодняшний момент. Почему? Я помню, мы учили уже это в другой книге, что один человек, он все время, чтобы он не кушал, он говорил, вот когда-то я был в Мишленовском ресторане, и вот, конечно, еда не сравнится с этим. То есть, он один раз вкусно покушал несколько лет назад, очень вкусно. Теперь он все сравнивал с этим, и ему вся пища не нравилась. Представляете? Теперь сравнение тоже крадет у человека, то есть, он сравнивает себя с кем-то лучше, себя с собой же, когда было лучше, а могло бы быть еще лучше. И все вот эти вот сравнения убирают радость. Теперь третье, то, что лишает человека радости. Давайте вспомним. Значит, третье, что лишает человека радости, это, когда идет все не по плану. Значит, Галина Кузьменко, например, она запланировала, что она утром встанет и сделает зарядку. Тут она встает, и, значит, ее зовет Хана Ренгус и говорит, Галина, значит, приезжай срочно. Например. Например, сбился ее план, потом еще что-то, еще что-то, да. Когда план сбивается, то обычно человек начинает от этого злиться. А педанты и перфекционисты, они злятся очень сильно. И это как раз выбивает из радости, это третий барьер. Четвертый барьер, это ощущение жертвы. Когда человек себя ощущает следствием, и он чувствует, что как будто бы все вокруг управляет его жизнью, это тоже забирает у него, у него забирает внутреннюю радость. И последнее, пятое, то, что мы уже изучили, вот мы сейчас будем это изучать, пятое, да. Все, мы подошли к пятому. Пятый барьер, правильно. Это мы еще не изучали. Значит, пятый барьер он называет «Во что ты веришь» или «Кому ты веришь». Во что ты веришь или «Кому ты веришь». Значит, здесь автор этой книги, он нам рассказывает, начинается случая, из которого понятна его идея. Он говорит, ко мне обратилась мама одного подростка, который сидел дома, вообще не выходил из дома. У него была, видно, такая депрессия, он не хотел идти ни в школу, не хотел идти в армию призываться. Он был, ну, подросток, там, 16-17 лет, надо уже думать, куда в армию, там, в Израиле идти, все. Он, значит, сидел дома возле компьютера и никуда не хотел идти, ничего не хотел делать, ни работать, ни идти в армию, ни идти в Ешиву. Он сидел весь день дома напротив его, значит, компьютера, грустный и медуке такой, и прибитый такой, да. Да. Значит, дальше. Дальше пришла мама эта с этим парнем к автор этой книги, и он этого парня спрашивает, а чем ты вообще, ну, чем ты занимаешься, как ты? Он говорит, сижу дома. Он ему говорит, ну, такой же мир вокруг прекрасный. Он говорит, я знаю, какой мир. Я знаю, какой мир. Откуда я знаю? Вот как раз это случай для тех, кто страдает за Палестину. Он спрашивает этого парня, откуда ты знаешь? Он говорит, я знаю из новостей. Я смотрю как раз в компьютере, я сижу и смотрю новости. Значит, я из вот этого вот канала, я знаю, какой мир. И он ему говорит, смотри, новости, да, это не мир вообще. Это вообще не мир. Это просто мнение специально обученных людей, которые называются журналисты, которые пишут о самых негативных аспектах, которые только можно, в самом негативном их контексте. Для того, чтобы отрабатывать свою зарплату, которую им платят люди, которые им говорят, так, смотри. Первое, что нам нужно, это новости, чтобы нас люди смотрели. Второе, нам нужно, чтобы люди, которые нас смотрят, чтобы они, значит, думали вот так вот. Ты понял? Потому что если ты не пишешь так, как тебе говорят писать в концепции нашего издания, то ты инодент, если это в России, если в любой стране, есть люди, которые властвуют над средствами массовой информации. Именно они определяют, что будут читать люди через это СМИ, через сайт или через телевизионную программу. И именно, а чтобы люди смотрели, нужно, чтобы там была опасность. Потому что мозг человека, который сидит без дела, у него нет личной цели. Мы видим по этому парню, что он сидел дома, у него не было никакой цели. То мозг человека блуждает. Если мозг человека без цели, он блуждает, то целью его блуждания является найти опасность. Теперь, когда он блуждает по интернету, то СМИ, которые сильнее описывают опасность и являются магнитом для вот этого блуждающего внимания, блуждающего мозга. Поэтому, конечно же, те СМИ, которые проплачены террористами, которые пишут сейчас, посмотрите, как, значит, страдают. Те СМИ, которые проплачены людьми, которые украли 22 миллиарда долларов за последние 10 лет, было направлено ООН в газу. То есть, цветущее место, огромное количество денег. Правда, из этих 20 миллиардов было украдено большая часть. Точно так же, любая СМИ, любая сейчас война, все это замешано на деньгах, огромных деньгах, на интересах определенных групп людей. И народ просто здесь является как раз, ну, просто народ, просто масса. Поэтому, когда вот этот вот человек объяснил ему, что если ты смотришь на мир сквозь новости, конечно, ты будешь в депрессии. Конечно, тебе ничего не хочется. Конечно, тебе страшно. Он ему говорит, смотри, давай у меня тебе простой просто совет. Выйди в день хотя бы на час на природу и просто посмотри вокруг, посмотри вокруг, поговори со Всевышним. Почитай, что говорят о мире, например, Раби Нахман, который говорит, что мир это прекрасное место, а Бог добрый. Откуда мы знаем, что Бог добрый? Сколько людей в мире сейчас живет, вы знаете? Вот пока мы с вами разговариваем, родилось, например, в мире 50 или 100 тысяч человек, с каждым годом продолжительность жизни увеличивается, с каждым годом качество жизни улучшается. То есть в мире столько добра, столько позитива, столько радости, что если на это обратить внимание, то внутри у человека тоже будет радость. Но если он воспринимает мир через призму вот этих вот людей, которые специально хотят испугать, показать негатив и так далее, то, конечно, у него внутри будет то именно, что ему показывают. Но показывают в разных странах разное, в зависимости от интересов. Теперь он говорит, что одна из главных вещей, что разрушает нам радость от жизни, это итмокрут, это как люди привыкают к новостям, к телефону своему, как к наркотику, к соцсетям. Итмокрут это когда человек, вот у него есть уже потребность, которая им управляет. И он говорит, что одна из главных вещей, которые разрушают радость, это вот эта приверженность к новостям, которые больше всего они специально, их тема такая, музыка специальная, ду-ду-ду-ду, и значит испугать. Давайте я сейчас открою просто вот новости, да, вот просто чтобы мы не, любой сайт я открою, там я не знаю, давайте открою любой сайт на русском языке. Могу израильский открыть, могу, давайте посмотрим. Просто заголовки я вам прочту. Значит, ну в Израиле русская пресса, русские сайты, их главная тема это антирелигиозная пропаганда. Вот вы удивитесь, но это реально удивительная вещь, что русские сайты, зная, что приехала большая часть людей из бывшего Советского Союза, они как бы борются, все эти сайты принадлежат каким-то политикам и качают именно вот эту повестку. И они как бы, зная свой электорат, они их все время подогревают ненавистью к религиозным. Это в Израиле, значит, заголовок первый. Израильская семья сэкономит 10 тысяч шителей в год, типа вопросительный знак. И заголовок продолжается. Вы забыли про кашрут. Ну типа кашрут, он у них заберет всю экономию, все, потому что кошерная еда, типа она дороже. Ну всякий бред, да? Вот это классная новость, что Равина 88 лет, а его жены в 57 лет родился первый сын, ребенок. Что сейчас, ну просто удивительные чудеса. Значит, следующий заголовок. Что случится с экономикой, если ультра-ортодоксы и правда улетят отсюда? Значит, человек-тень, командовавший резнью 7 октября, ликвидация Маруана Исы станет серьезным ударом для Хамаса. Значит, ну и так далее. То есть, один негатив, одна негативщина такая, в общем, прямо, ну, сейчас. В результате удара в США и Великобритании по йеменским хуси там погибли 11 человек. 11 человек. Вы знаете, сколько живет в Йемене людей? 50 миллионов, да? Сколько за сегодня в Йемене, например, умерло при родах? 100 человек. А сколько родилось там? 10 тысяч. Ну, то есть, настолько, но они выбрали новость, что при бомбежке кого-то убили, да? Да. Ну, и так далее. То есть, чистый обман и негативщина. Давайте вернемся к нашим, значит, как увеличивать радость. Сразу посмотрел, сразу радость падает. Значит, он говорит такую вещь, что одна из самых главных вещей, которые убирают радость, это новости. Дальше он говорит такую вещь, что у человека, мы все смотрим на мир, мы все смотрим на мир через предубеждение о том, какой мир. И вот эти предубеждения, свои убеждения, которые у нас есть, надо проверить, потому что мы получили их, или можно смотреть из новостей, они говорят, что все ужасно, все плохо. Или можно получить предубеждения от родителей, да, которые могли быть более или менее негативными, стептическими и так далее. Можно получить предубеждения в детстве там от друзей и так далее. То есть, мы не воспринимаем мир таким, какой он есть. Мы не можем увидеть мир, в котором живет 8 миллиардов человек и который обновляется каждую секунду. Мы живем во внутреннем мире и смотрим на мир через предубеждения, предустановки. Дальше он нам говорит, очень хороший совет, упражнение. Он говорит, понаблюдайте за собой, когда вы находитесь в состоянии каком-то негативном. И понаблюдайте, запишите свои убеждения, иммунот, да, это то, во что вы верите, которые вас именно больше всего расстраивают. Какие, вот вы найдете их, вы сразу их обнаружите. Когда вы обнаружите эти убеждения о мире или о людях, которые вас окружают, значит, представьте, просто смотрите, если бы вы в это не верили. То есть, сразу вам скажу, что любые убеждения, они не факты. Факт – это то, что не требует доказательств. Факт – это то, с чем согласны 100%. Факт – это объективная реальность. Если то, во что вы верите, не является стопроцентным для всех людей, идентичным, тогда это не объективная реальность, это субъективная реальность. И даже если вы сто раз скажете, что я вам говорю, что было так, и я в это верю, это все равно фактом от этого не становится. Если вы в это верите, а другой человек в это не верит, это уже убеждение. Факт – это когда объективно 100% это факт. Например, вот это яблоко. Это факт или не факт? Вот 100% участников нашего урока сейчас видят, что это яблоко. Значит, это факт. Теперь, если я говорю, что яблоко полезно для здоровья, это факт или не факт? Вообще не факт. Я могу верить, что полезно, могу не верить. Яблоко, оно, я не знаю, покрыто какими-то химикатами. Это полезно для здоровья или вредно? То есть, любая уже следующая информация является убеждениями, которые могут человека эти убеждения вдохновлять, усиливать, радовать. Или они могут у человека забирать его радость, его жизнь, его силу. Теперь, когда вы чувствуете, что у вас есть ваше состояние, оно в какой-то мере негативное, то, конечно, лучше было бы всего проверить те убеждения, которые у вас вызывают это негативное состояние. И когда вы их обнаружите, поменять их на другие. Теперь, на какие убеждения их менять, мы сейчас в продолжении урока из вот этой книги. Значит, здесь нам автор этой книги, он нам пишет, например, вот такая идея. Он говорит «Внутренний огонь». Он говорит «Смотрите, у человека внутри есть все время разное состояние. И это состояние внутреннее, да, эмоциональное состояние, оно выражается в его внешнем каком-то там лице, например, да, ощущении. То есть, есть эмоция, и она у человека выражается в каком-то, например, если у человека весело, он улыбается. Если человеку грустно, то он плачет. Теперь, он говорит «Смотрите, но чем вызвано вот это состояние внутреннее?» Оно вызвано какими-то мыслями. Вот говорит «Если бы у человека внутри была такая мысль, да, главное, что Творец Мироздания Бог дал нам свой бесценный подарок жизни. И пока она есть, пока мы живем, мы должны получать от нее удовольствие и быть счастливыми. Мы должны быть благодарными ему за этот чудесный подарок, за нашу жизнь. Нужно получать от нее удовольствие и уметь ей радоваться. Если человек верит в эту идею, это же идея, это «А должен ли я радоваться?» Или кто-то скажет «Нет, я должен бороться, и там я должен гневаться, я должен…» То есть, каждый человек верит в какую-то идею, что он должен и что для него хорошо. Но он говорит «Смотри, если бы ты верил в идею внутреннюю, что ты должен радоваться, значит, у тебя есть жизнь, ты должен радоваться, ты можешь радоваться». Дальше на вот этот фундамент, когда человек выбирает радоваться, выбирает быть счастливым. Дальше на этот фундамент уже, если у тебя есть это намерение, тогда ты, управляя своим вниманием и своими остальными возможностями, ты можешь выбрать улыбнуться. Он говорит «Попробуйте просто улыбаться как можно больше, несмотря на то, совпадает ли эта улыбка с вашим внутренним состоянием или нет. А затем постарайтесь настроить свой разум, свое настроение на что-то положительное. Вспомните о чем-то радостном и внутренне улыбнитесь». То есть, смотрите, получается, есть первичное намерение. То есть, какое твое намерение? Или твое намерение искать опасность и негатив, или твое намерение искать позитив и радость. Если твое намерение искать позитив и радость, глубинное намерение, а ты в этот момент нерадостный, Значит, у тебя есть внутри какой-то способ мышления, который лишает тебя радости. Дальше, когда ты выбираешь, нет, я хочу радоваться, ты выбираешь, значит, ты включаешь, что ты можешь осознавать в себе. Многие внутренние мысли ты не можешь осознавать ими управлять, но лицом-то ты можешь управлять. Значит, ты можешь сказать, все, я выбираю радоваться, улыбнуться, потом вдохнуть, выдохнуть, подышать и спросить себя, что я могу сделать для того, чтобы улучшить свое состояние. И дальше он пишет вот такую интересную вещь, герой называется, вот следующий отрывочек. Он говорит, а что такое вообще жизнь для тебя? Что это такое для тебя жизнь? Если мы возьмем глобальное убеждение, что такое для тебя жизнь, то кто-то скажет, моя жизнь это борьба с проблемами. То есть, если эти люди, они как дела? Проблемы. И они всю жизнь, они утопают просто в размышлениях о своих проблемах, о том, что им не нравится. Он говорит, ну можно рассматривать жизнь как достижение цели. Значит, как этап, который ты проходишь, достигая цель. Ведь любая проблема, она в одну секунду может превратиться в цель. Любая проблема, давайте еще раз, это мое убеждение, я в это верю. Это часть моего тренинга «Мастер счастья», кстати. Этот инструмент, это инструмент номер три. Я там собрал когда-то для себя 20 инструментов, и это инструмент номер три, переворачивая проблемы в цели. Вот, например, у человека, он плохо себя чувствует. Он говорит, о, у меня нету сил. О, у меня нету сил, вообще у меня проблема. Теперь, а как перевернуть это в цель? У меня есть цель чувствовать себя лучше. Как я могу сейчас, в данный момент, улучшить свое состояние? Когда есть цель улучшить состояние, это не проблема, я плохо себя чувствую. Это цель, я хочу улучшить свое состояние. Так, я сейчас улыбнусь, включу музыку, пойду погуляю, подышу, попью водички, посплю 15 минут, помедитирую, пересмотрю свои убеждения, посмотрю какое-то вдохновляющее видео, почитаю Мишли, там и так далее. То есть, если у тебя есть намерение глобальное, фундаментальное, выбор быть счастливым, если ты умеешь, вот эти вот пять, мы пока знаем, пять барьеров, которые лишают счастья, ты умеешь эти барьеры осознавать, и у тебя есть, вот как только ты осознал, что меня сейчас лишает счастья? Меня лишает счастья сейчас мысль, что все в мире плохо. Отлично, значит, какая моя цель? Улучшить мир? Ну, как-то странно. А может быть у меня цель понять, что в мире все не так уж и плохо? А в мире все хорошо? Ну да. А есть люди, кроме новостей, которые думают, что в мире все хорошо? Безусловно, есть люди, прям откройте YouTube, позитивное мышление, половина негативщиков, половина позитивщиков. Выбирай. Ты хочешь смотреть на мир позитивно, как на место возможностей, как на место улучшения, как на место, в котором не квучишь, без рук, без ног, женился, четверо детей, миллионер, книги. Да, Ник Вучич, без рук, без ног, женился, миллионер, четыре книги, четверо детей. А кто-то, например, он сидит с тремя высшими образованиями, с руками, ногами, и сидит и говорит, нет, выхода нет, все плохо, все ужасно, этот мир, он вообще безнадежный. И все это. Кто-то в одном и том же месте, в одном и том же месте находятся два человека, один видит возможности, другой видит проблемы. Знаете, как есть известная история, когда две обувные компании послали своих представителей в Африку. И они оба приплыли в Африку. И, значит, пишут письмо каждому в свою компанию. Один пишет, это невероятный рынок, здесь миллионы людей, все ходят босиком, мы здесь сейчас будем монополистами, мы продадим столько обуви, миллионы пар обуви мы продадим. Второй смотрит на Африку и говорит, смотрите, здесь нет ни одного обувного магазина, мы не продадим ни одной пары обуви. Люди привыкли ходить босиком, они будут ходить босиком. Мы здесь ничего не продадим. То есть, глядя на одну и ту же внешнюю реальность, каждый видит совершенно разное. Теперь, человек, который хочет, Это царь Давид, давайте на этом мы сегодня закончим урок. Кто человек, который жаждет жизни? Псалмак спрашивает, царь Давид. Жаждущий жизни, который хочет хорошо жить. Тот, кто любит все свои дни, видит добро. То есть, тот человек, который хочет видеть добро, он видит добро Всевышнего, он видит чудеса Всевышнего. Он видит в тех же новостях, как в 88 лет у человека родился сын, жена 57 лет. Он видит истории чудесные спасения, избавления, возможности. То есть, масса вещей. Ну, из новостей это тяжело вытащить, потому что там это 1%. Но если он откроет глаза, выйдет на улицу, посмотрит, сколько людей женятся, рожают. Да, есть какая-то часть, которая разводится. Есть какая-то часть, которая болеет. Но глобально в мире намного больше добра. Кто человек, который жаждет жизни? Тот, кто любит все свои дни, видит добро. Ницорлы шанхамера. Останови свой язык от зла. Как только человек начинает говорить зло о мире, о людях, о себе, о будущем, он сам его тут же уничтожает. То есть, первым делом он уничтожает свое добро. Останови свой язык от зла. Весфатейха, свои уста, Медабер Мирма, говорить обман. Теперь вы скажете, а я не обманываю о новости. Они обманывают, они искажают. Потому что, когда человек выдает свое предположение. Если бы журналист начинал статью, вы знаете, мне кажется, что вот так. Он же так не пишет. Он пишет специально, есть специальный язык, там, НЛП, нейролингвистическое программирование. Он пишет, что он вставляет эти мысли. Как будто бы все эти предположения, обобщения, как будто бы это правда. То есть, это чистый обман. Вот все, что мы читаем в СМИ, это обман от первой до последней буквы. Почему? Потому что это не факты. Любое СМИ, оно не пишет факты. Факты пишет учебник, даже учебник математики пишет теории. Да, есть в математике теории. Есть аксиомы, есть теоремы, там, есть разные есть подходы. Даже в математике. Но СМИ, они выдают, выдают, как бы, лживые размышления, предположения за факты. И это обман. Теперь, говорит царь Давид, останови язык свой от зла, и сфатейка свои уста, медовер мирма, от того, чтобы искажать. Сур мира, отодвинься от любого зла. Ты не можешь, например, если ты несешь кому-то зло, да, ты говоришь кому-то негатив. Ты же будешь сам первый запачкаешься, он тебе ответит. Ну и так далее. То есть, зло, оно очень, как сказать, как яд, да. То есть, чуть-чуть яда может очень много навредить. Ложка дегтя портит бочку меда. Представляете? Одна заноза, она может человеку испортить жизнь, хотя у него все тело здоровое. Поэтому царь Давид нам сказал в псалмах. Кто жаждет жизни, тот, кто любит все дни, видит добро. Останови язык свой от зла, уста от искажения, отодвинься от зла и делай добро. Уэф, шалом, люби мир, вератфеу, и гони за миром. То есть, нужно быть активно позитивным. Если ты останавливаешься, это как велосипед, который тут же начинает катиться вниз. То есть, человек по определению, он больше склонен к негативу. Если ты не включаешь себя на позитив, то ты скатываешься в негатив. И получается, что вот этот негатив, в котором человек живет, это, можно сказать, не наказание. Это следствие того, что он не хочет слушать царя Давида и повеления Торы, любить мир, любить добро, любить позитив. И можно, это я вчера как раз, я сейчас изучаю позитивную психологию, и он задал такой вопрос. Я на этом заканчиваю урок. Он говорит, смотрите, такой как тест. Вот у вас есть возможность выбрать или красный плащ, или зеленый плащ. Значит, красный плащ, это такая как натитка. Это бороться со злом. А зеленый плащ, это делать добро. Вот что вы выберете? И я задумался, подумал, что бы я больше хотел, это делать добро или же бороться со злом. Я выбрал зеленый плащ, делать добро. Но он говорит, что есть люди, которые выбирают бороться со злом. Но когда ты борешься со злом, то ты в этот момент с ним очень сильно контактируешь. И все революции люди начинали с позитивными намерениями, а уже буквально через первые же моменты, после этой же революции, начинали тот же самый террор, то же самое зло и так далее. То есть, я выбрал делать добро. Но он говорит такую вещь очень интересную. Тут как бы нельзя быть тоже однозначным. Он говорит, если у тебя есть сад, и в этом саду есть сорняки, которые надо вырывать все время и так далее. Если ты будешь все время вырывать сорняки, если ты будешь добром с кулаками, ты в саду вырываешь сорняки, но они растут снова и снова. Сорняки, они как бы очень быстро плодятся. Но если ты только вырываешь сорняки и не садишь вместо них цветы и овощи, то тогда у тебя не будет ни цветов, ни овощей. То есть, ты не можешь только бороться со злом. Ты должен делать добро в любом случае. Понятно, да? И это очень важно сделать этот выбор. То есть, если ты даже борешься со злом, но в это время ты не создаешь добро, то тогда у тебя ничего не будет хорошего в жизни. Поэтому те люди, которые борются со злом, там критикуют, вроде им кажется, что да, я борюсь со злом, а что, жизнь разрушена. То есть, ты вроде борешься со злом, и у тебя ничего в жизни нет. Поэтому очень важно для себя выбрать, если даже ты одеваешь часто красный плащ борца со злом, то у него должна быть вторая сторона, зеленый плащ, где ты создаешь добро. И заканчивая смешным стишком, Илья пытается активно уравновесить зло добром. Увидел, парни бьют мальчишку, красиво рядом станцевал. Такой стих. Все, значит, всем до завтра, чтобы Всевышний за то, что мы выбираем служиться царя Давида, любить мир и гнаться за миром, и создавать добро, чтобы он дал нам каждому много ресурсов для этого. Здоровья, счастья, деньги, благополучия, хорошие отношения. Но чтобы выбор всегда за нами. Что ты выбираешь? Или ты выбираешь строить позитив, или ты выбираешь не строить позитив. Все, всем удачи, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok